Уже нет победителей в подобных войнах. В этом крылопролитии и жертвах нет победителей. И что теперь он хочет из этого получить? И как он преподнесет это на внутреннем рынке? Я как военный все время ищу следующую возможную стабилизирующую точку. Мне очень сложно говорить с некоторыми украинцами. Они верят, что Россия стремится и дальше расширять территории. В Украине необходимо лишь получить оружие, и мы еще обсудим это в другой раз, получить западную военную технику. Российские силы слишком растянуты. Это оккупационная сила, состоящая из призывников. И вот если Украина получит оружие, они непременно отбросят Россию назад. И даже если президент Путин скажет, что он доволен и может остановиться, и здесь будет проходить новая граница России, я не уверен, что президент Зеленский останется этим доволен. Ну, к тому же, останется ли довольным Запад? Я думаю, что вы не можете остановить войну, пока обе стороны не договорятся. Я не считаю, что президент Зеленский готов отступить и позволить четверти своей страны исчезнуть, понимая, что какие бы он ни получил гарантии, они не стоят и бумаги, на которой будут написаны. В 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия взамен на железные гарантии безопасности и суверенитета от Америки и России. Это получило название «Будапештский меморандум». Все это в прошлом. Путин захватил Крым в 2014 году и заявил. Это все, больше никаких амбиций. И теперь он вторгается вновь. С какой стати Зеленский должен поверить, что Путин, откусив от Украины кусок, не решится проделать это вновь, ну, лет через 10? В это же трудно поверить. И возвращаясь к вашему вопросу, состоит ли величие России в собирании земель и разрушении городов? Россия могла бы остановиться на прибавлении земель, но не снизится ли статус России в результате войны еще больше? Останется ли гордость у России во время переговоров с другими странами? Возрастет или упадет экономический статус России к концу войны? Позитивные сценарии для России пока очень с трудом проглядываются, даже в случае тактической победы и захвата новых территорий. Мы уже видим эффект санкций. Да, санкции бьют по Западу так же, как и по России. Но если вы отмотаете часы на 10 лет вперед, Запад перестанет зависеть от российской нефти и газа. Будет с большей опаской относиться к общему с Россией бизнесу, потому что там не хотят создавать еще большую зависимость. Президент Путин показал, насколько хрупкие такие договоренности. Я не уверен, что Путин получит, чего хочет, а именно величие России. Он может получить территории, но трудно сказать, как это повлияет на все остальное. Россия's greatness will be enhanced by this.